МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году были приняты изменения и дополнения к закону о государственной регистрации актов гражданского состояния. Появились новые правила, по которым при рождении ребенку можно давать имена, фамилии и отчества, соответствующие таджикской национальной культуре. Местные и зарубежные средства массовой информации поспешили трактовать нововведения как запрет на русские окончания в фамилиях и на арабские имена. В теме разбиралась Тахмина Убайдулаева. Таджинисо живет в Душамбе. Она обратилась в отдел ЗАГСа для получения свидетельства о рождении своему внуку. Ее дочь и зять планируют получить российское гражданство, поэтому они хотят, чтобы фамилия ребенка имела русское окончание. По словам Таджинисо, таджицкие фамилии, сформированные при помощи таджицких окончаний ЗОД, ЗОДА, И, ИЁН, ФАР, ПУР, вызывают много вопросов у чиновников в России. Особенно сложно придется трудовым мигрантам. Их ожидает опять непонимание между органами. Вот оформляют документы в основном милиции, задерживают их, вот спрашивают, где ваши документики. Какой-то ЗОДЭ, какой-то ЗОДА или ЙОР. Они не очень-то понимают, когда ОВА, советское ОВА. Они более спокойно воспринимают. Сегодня свыше одного миллиона граждан Таджикистана находятся в трудовой миграции в Российской Федерации. Те, кто живет за счет денег, пересылаемыми мигрантами, выступают против изменений фамилий и имен. Другая часть населения ставит исторические традиции и нравственные ценности превыше всего. Журналист Убайдуло Акрамзот считает, что у каждой нации есть естественное право на возрождение национальных ценностей. Таджикские окончания в фамилии звучат очень красиво. Кроме того, проявляется чувство национальной гордости, утверждает журналист. Я считаю, что пришло время, когда все и стар, и млад перешли на таджикские имена. Надо воскресить нашу утерянную, позабытую традицию. В нашей стране таджикский язык считается государственным, а одним из основных столпов языка является имя. Соблюдение правил правописания и уважение к национальным традициям есть одно из условий сохранения родного языка. Переход на таджикскую антропонимику уже идет. Садбарк, мама выпускника школы, вот уже две недели пытается поменять имя и фамилию сына на таджикский манер, чтобы в будущем не столкнуться с трудностями, когда сын будет получать аттестат об окончании вуза. Садбарк уже устала от возни и подготовки различных документов. По-моему, в прошлые времена ситуация была лучше. Назвали имя один раз, так и до конца и оставалось без изменений. Мы слышали, что теперь не будут принимать вуз со старыми именами, с русскими окончаниями ОФ и ЕФ. Теперь поднимают с таджикским окончанием ЗОДА. Сын сам попросил, чтобы сразу поменять ему имя. Вот и хожу по кабинетам, уже который раз прихожу, хожу. Власти Таджикистана утверждают, что в законе нет ни слова о запрете русских окончаний. Согласно изменениям и дополнениям в статье 20 и 67 в закон о государственной регистрации актов гражданского состояния, каждое лицо при государственной регистрации рождения имеет право на фамилию, имя, а также отчество, обоснованное историческими ценностями и таджикской национальной культурой. Добавление к именам псевдонимов «Муло», «Халифа», «Тура», «Хаджа», «Куджа», «Шайх», «Вали», «Ахун», «Амир», «Суфи», которые способствуют раскольничеству среди людей, запрещается, говорит Махера Каримова, руководитель отдела ЗАГСа района Шахмансур города Душамбе. Мы только предлагаем внести изменения в фамилию. Многие с нами ругаются, говорят, что это их право, что хочу, то и буду ставить, говорят. Граждане не понимают, что в 90-е годы, когда была попытка перехода на таджикские имена, записывали только имя ребенка и имя отца. Сейчас мы записываем полностью имя, фамилию, отчество ребенка. Тут не будет возникать проблем. Так сложилось, что в Таджикистане иногда встречаются такие имена, как «товар», что означает в переводе на русский язык «топор», «тиша», «тябка», «санг», «камень», «гур», «волк». Из-за суеверия в семье, где часто умирали дети, считали, что, называя ребенка неблагозвучным именем, высшие силы не заберут его к себе. Теперь, согласно поправкам в закон, нельзя давать имена, которые унижают честь и достоинство человека. Таджикские ученые подготовили специальный реестр имен, в который вошли 4,5 тысячи таджикских имен. Над справочником работали 15 экспертов Комитета по языку и терминологии при правительстве Республики Таджикистан и Академии наук страны. Эксперт Саадат Шомат Рабион говорит, что сейчас реестр имен разослан всем министерствам, ведомствам и ученым-языковедам для согласования. Про список национальных имен в средствах массовой информации было высказано много различных мнений. Возникло много вопросов, даже имело место предположение, что в данном списке не указаны арабские имена, имея в виду имя пророка и его сподвижников. Но это только слухи. Еще раз обращу внимание, что в список введены все традиционные таджикские имена, которые использовались в течение многих лет и по сей день используются. Но есть там и арабские имена, и имена с различными суффиксами и префиксами. Основной причиной возникновения слухов и домыслов стала неправильная трактовка изменений и дополнений к закону, подчеркивает Джалалидин Рахимов, представитель Министерства юстиции Республики Таджикистан. Выбор таджикских имен предусмотрен только для таджиков по национальности. Национальные меньшинства, то есть представители других национальностей, русские, киргизы, казахи, украинцы, азербайджанцы, которые имеют таджикское гражданство, могут использовать свои традиционные имена. В случае возникновения споров между родителями и сотрудниками ЗАГСов о том, что имя это таджикское или нет, гражданин должен предоставить доказательства, что имя имеет национальные корни, а также предоставить правильное описание имени. В случае, если выбранное родителями имя не соответствует пятой части закона, тогда органы ЗАГСа и другие ответственные лица или джамуат предоставят родителям список национальных имен, чтобы они смогли выбрать правильное имя. Как выяснилось, новые поправки в законе не ущемляют права граждан других национальностей, проживающих в Таджикистане. А вот гражданам титулованной нации придется доказывать свое право на выбор имени для своего ребенка. Вы слушали программу, подготовленную Британским институтом по освещению войны и мира. У микрофона была Шахадация Ибназарова. Наши радиосюжеты и статьи вы можете найти на сайте в интернете www.iwpr.net или www.kabar.azia. А также на фейсбуке вы можете посмотреть нашу страничку Встретимся на этой же волне в то же время ровно через неделю. Мы снова с вами поговорим о том, что важно.